Владимир Спиваков Владимир Спиваков выступал в крупнейших концертных залах мира. Международный благотворительный фонд имени Владимира Спивакова оказывает помощь юным дарованиям, в том числе из Беларуси. В Беларуси такой прием исключительный. Вот в оперном театре и президент сам приветствие прислал. Мы же все знаем, что если президент чего-то не хочет, значит этого не будет. Он прислал сам приветствие. Очень трогательно. Был потрясающий прием. Потом была встреча в Академии музыки. У меня здесь много друзей. Тут такие традиции чудесные. Могилевская филармония такая. Все-таки я знаю, столько я приезжал сюда раз. И вот такой концерт божественной музыки. Хотелось это как службу отслужили сегодня. Когда все на высшем уровне, когда все идет от сердца к сердцу, тогда нет человека, которого это может оставить равнодушным. Я чувствую, что вот, что называется, извините, попса вот надоело всем. Ведь это же невозможно бесконечно есть одну и ту же пищу, правда? Они поют одни и те же песни. Много пошлости очень, к сожалению, с экранов льется. Но у вас-то меньше, а у нас-то достаточное количество. Люди соскучились по вот такому чистому искусству. Я побывал в вашем музее в Минске. Изумительный музей. Даже я сфотографировал скульптуру Рахманинова. Может быть, ее даже с разрешения директора музея на пластинку опубликую. Просто потрясающе. Вот такое впечатление, что музыка звучит у него. Это меня тронуло очень. Я бы хотел чуть-чуть больше внимания к учебным заведениям. Потому что здесь очень талантливая молодежь. Очень много просто удивительно талантливых детей. И юношей, и девушек. Я бы, конечно, хотел, чтобы продолжилась эта линия. Во всяком случае, к моим письмам очень хорошо относится президент. Я бы, конечно, хотел, чтобы был рояль, хороший в Академии музыки, Стэнвей. Потому что я сам подарил несколько инструментов туда. И дети играют, и это как-то останется всегда. Ну, вот это вот, пожалуй, хотелось бы. Ну, у меня с Белоруссией очень много связано. И есть у меня фестиваль, который проходит каждый год уже много лет. Надо сказать, что московское правительство очень поддерживает этот фестиваль. Ну, и приветствия приходят, начиная от генерального секретаря ООН Пангимуна, и королевы Софии, и президента Путина, и так далее. Приветствия на этот фестиваль. Это детский фестиваль. Приезжают дети более чем из 40 стран, из почти 70 регионов России. И в том числе каждый год из Белоруссии кто-то приезжает обязательно. Нарушена какая-то гармоничная связь человека с миром. Поэтому я играл Баха, чтобы как-то восстановить внутреннюю гармонию человека и окружающий мир. И ничто так не способствует объединению души и жизни, как музыка Баха. Субтитры создавал DimaTorzok